Одесса, 11 января 2023 года. Ночь с 10 на 11 января в Одессе прошла спокойно напряженно. Сигналы воздушной тревоги, канонады работы ПВО и ракетных обстрелов в Одессе и области не было. С начала недели в Одесской области применяются стабилизационные графики отключения электроэнергии. Применять стабилизационные графики стали по объективным причинам, среди которых возвращение к работе промышленности и существенное снижение температуры в стране. По уточненным данным Главного управления разведки Украины в Макеевке при нанесении ракетного удара по месту дислокации российских войск погибло 612 военнослужащих. Глава Министерства иностранных дел Германии Анна Лена Бербук приехала в Харьков во время посещения города. Она пообещала еще больше оружия для Украины, а также конкретные предложения по содействию вступления Украины в Европейский Союз. Пакистан планирует в январе передать Украине 159 контейнеров с артиллерийскими 155-мм снарядами. Финляндия выразила готовность после Польши также поставлять в Украину немецкие танки «Леопард-2». Канада закупила в Соединенных Штатах Америки батарею ПВО НАСАМС и передаст ее Украине. Украинские военные уже начали подготовку обучения для пользования батареями ПВО Патриот. Напомню, что в ближайшее время Украина ожидает поставку двух батарей Патриот, которые смогут одновременно сбить 64 крылатые ракеты. А если учесть то, что в Украине уже есть современные системы противоракетной обороны НАСАМС и АРИСТ, которые могут интегрироваться с Патриот, то суммарное число сбитых ракет одновременно может быть до 160 штук. Министерство иностранных дел Турции официально поддержало украинскую формулу мира, по которой сначала полный и безоговорочный вывод российских войск, а потом переговоры. Министерство обороны Армении заявило ДКБ, что отказывается от проведения учений на территории Армении этой организации. И в конце небольшая шутка. Одно из главных преимуществ ведения комбинатского часа – это то, что гостям не надо намекать, что пора уходить. Примите слова самой искренней благодарности за ваши добрые, сердечные и дружеские комментарии, в поддержку моего замечательного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова